МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Новый дом актеров. Как живет с артистом молодежного?" -"Конечно, рады, да. Безумно рады. Не ожидали даже, что и такую большую дадут. Наверное, потому что мы семья". Еженедельная рубрика «Надежда на чудо». Дети нуждаются в вашей помощи. -"Она очень жизнерадостный и хороший человек. Всегда на день рождения она душа компании". -"О себе, зарплатах и футболе". Интервью с волейболистом Филиппом Воронковым. -"Если мы спросим у каждого жителя, да, страны нашей, то какой вид спорта у нас самый популярный так, то они все будут отвечать, мне кажется, что футбол". Двойное столкновение. Кто не дал скорой доехать до больницы? Итак, наши новости в эфире. Здравствуйте. В студии Станислав Тетерятник. Трагедия в Бийске. В районе больничного взвоза произошло двойное ДТП со смертельным исходом. 18 июня в 9 часов 15 минут 34-летний водитель легкового автомобиля Митсубиси не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу под колеса тяжеловеса ИСУЗУ. К месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели, две бригады скорой помощи, линейная бригада. Пострадавший парень находился в тяжелейшем состоянии. Медики забрали его в машину и, включив проблесковый маячок и звуковой сигнал, начали движение. Через 5 минут на пересечении улицы Иркутской и приулка Коммунарского в машину скорой помощи врезался джип. От удара скорую опрокинуло на бок. По словам очевидцев, в несколько метров она двигалась по инерции и врезалась в столб. Все пассажиры получили тяжелые травмы и переломы. Парень, которого везли медики, позже скончался на операционном столе. Напомним, по правилам дорожного движения машине с проблесковыми маячками и звуковым сигналом дорогу необходимо уступить. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и виновных в происшествии. Ну а в Рубцовске будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор края на совещании по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Хотя глобальных катастроф на теплоэлектростанции никогда не было, тем не менее практически ежегодно третий по величине город-края входит в зиму с проблемами. В ближайшее время будет подготовлено решение об оказании финансовой помощи Рубцовску. Также глава региона поручил организовать защиту имущества комплекса ТЭЦ. Дело в том, что сейчас на станции остается нерешенным ряд проблем. До сих пор не налажены взаимоотношения с действующим собственником. Кроме того, отсутствует договор аренды. Тем не менее, власти города заверили, что подготовка к зимнему сезону начнется в любом случае. Жители будут в полной мере обеспечены теплом и горячей водой. В скором времени специалисты подготовят обращение в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу края для принятия мер к собственнику станции, как к монополисту для пресечения злоупотребления. В Барнауле стартовал международный форум образования без горячей. Границ Алтай-Азия 2012. В торжественной, хотя и несколько нервной обстановке, представители стран-участниц подняли флаги на флагштоках Алтайского госуниверситета. С места событий Юлия Гадар. Азиатский студенческий форум. С 27 по 30 июня в Алтайском государственном университете, как организаторе, в Алтайском крае приедут более 250 студентов из 32 университетов 12 азиатских стран. Цель форума – знакомство студентов России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая и других стран для обмена мнениями о студенческой жизни, образовании и культуре. Встреча без галстуков и границ. В небо взвелись не только флаги, но и голуби. Но недолго музыка играла. Постоянно пропадал звук у микрофонов, несколько раз выключалась фонограмма во время танцев. Наверное, неудобно, но бывают технические накладки, к сожалению. Музыка целый час до этого работала на полную катушку. Но вот когда началось мероприятие, к сожалению, почему-то стало появляться проблемы. Несмотря на неприятности во время открытия, руководство университета надеется на понимание со стороны заграничных гостей и гордится будущими перспективами международного сотрудничества. Мы очень рады, что такой форум организуется на площадке университета. Это прежде всего возможность развивать наши международные связи. Мы хотели бы с другими университетами Азии сотрудничать. Пусть бы и к нам приезжали, получали наши дипломы. Сейчас в Алтайском крае обучаются более 800 иностранных студентов. И Алтайский государственный университет надеется, что их число значительно увеличится. Это откроет границы студенческого и культурного обмена. Делиться будем нашим культуром, нашим языком и нашим обычным будем остальным. И специальной молодежью в нашей форме будет. Юлия Годар, Александр Антропов. Наши новости. Далее в нашей программе. О себе, зарплатах и футболе. Интервью с волейболистом Филиппом Воронковым. Если мы спросим у каждого жителя страны нашей, то какой вид спорта у нас самый популярный, то они все будут отвечать, мне кажется, что футбол. Танцы в животе. Как классические произведения влияют на малышей. Очень приятно. После концерта вообще ощущение такой легкости. Продолжаем выпуск. Накануне молодежный театр Алтая официально закрыл свой творческий сезон. А сегодня ровно год со дня открытия их нового здания. Между тем актеров продолжают называть новоселами, ведь теперь у них появилось пусть не совсем собственное, но жилье. Нашим корреспондентам представилась возможность первыми из представителей средств массовой информации прогуляться по дому актеров. Мы стоим на пороге сейчас нашего еще одного нового дома. Это уже дом не для работы, это дом для жилья. Здесь у нас живут наши артисты, наши технические службы. В основном это иногородние. Те, кто приехал к нам работать из других городов, из сел, из районов края. Ну, приглашайте. Да, пойдемте, пожалуйста. Пока у нас еще все-таки здание немножечко в степени готовности. Официально оно у нас еще не сдано. Открытия официального не было. Поэтому вы можете видеть, что у нас здесь пока что-то и в коридорах есть, и что-то временное есть. Пока мы обживаемся, обустраиваемся. Так, а вот это я вижу здесь уже более-менее на что-то похоже. Это что? Здесь у нас пока временно находится пищеблок. То есть здесь у нас жильцы могут пройти и приготовить себе покушать. Там находится... Можно зайти, да? Да, конечно. С удовольствием показала бы вам еще то, что у нас будет здесь тренажерный зал. И будут студии для репетиции. Но пока не могу этого сделать, увы. Так как они еще не совсем готовы к тому, чтобы их показывать. Поэтому я приглашаю вас сейчас пройти в жилые комнаты, где у нас уже живут артисты. Мы сейчас попробуем постучать в 201-ю комнату. Здесь у нас живется Пружеская чета. Они оба наши молодые артисты. Дмитрий Гомзяков и Вольга Ульвиновская. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас не ждали, но мы пришли. А, заходите. А вот так спонтанно решили заглянуть к вам в гости, посмотреть, как будет. Заходите. Ну, так живем. Здесь кухня. Типа кухня, столовая. Прихожка. Всегда, если зайти, здесь спальня. Ну, как вам кажется, уютно? Да. Места достаточно? Да, вполне. Ну, я рада вообще этому событию. Конечно, рада, да. Безумно рада. Не ожидали даже, что и такую большую дадут. Наверное, потому что мы семья. До этого как? До этого снимали где-то год, да, квартиру. До свадьбы год снимали квартиру очень задорого. Почти всю зарплату отдавали. Вот. А сейчас свое, устраиваемся. Ну, спасибо, ребят, за гостеприимство. Вас поздравляем с закрытием очередного творческого сезона. Встретимся в новом. Всего доброго. Всего доброго. Мы сейчас побывали в гостях на втором этаже. У нас еще имеется третий этаж, его достраивали. И на третьем этаже у нас также располагаются жилые комнаты. То есть у нас на первом этаже будут помещения нежилые, а второй и третий этаж именно под квартиры. Ага. Ну что ж, спасибо, Наталья, за любопытную, пусть и не очень большую экскурсию. Остается добавить, что официальное открытие Дома актеров запланировано на начало нового творческого сезона. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Только желанные щенки и приют Ласка стремятся решать проблему бездомных животных. В этом году они работают по гранту администрации края. На выигранные средства планируют стерилизовать собак, которые несут службу на предприятиях Барнаула. Подробнее расскажет Лариса Куренкова. Конечно, они вызывают умиление. Но, к сожалению, щеночки-дворняк не всегда приходятся ко двору. Чаще всего беспородных псов ждет участь вечных скитальцев. Говорят, в Барнауле перенаселение бродячих собак. Проблему нужно решать, считают волонтеры Ласки. Ведь именно сюда многие подбрасывают ненужных животных. Сейчас здесь более 150 четвероногих. Некоторые обитатели переселились в приют с щенками как раз из гаражных кооперативов, предприятий, складов, там, где бесконтрольно приносят потомство охранницы собачки. Всегда охранники, они за то, чтобы была собачка. Потому что она загавкается, когда надо. Но обычно, если живет девка, к ней приходит толпа кобелей, потом, соответственно, там щенки и т.д. и т.п. И это разрастается в стаю. И уже все против. А когда-то сидит одна собачка, культурненько, красивенько, гавкает. Гуманным и цивилизованным способом специалисты называют стерилизацию животных. Эта процедура не только избавит от нежеланного потомства, но и от декретного отпуска четвероногих охранниц. На 109 тысяч рублей краевого гранта в Ласке планируют провести операцию с 40 собакам. Условие – только одно животное с предприятия, остальных можно стерилизовать за свой счет. После операции четвероногие проходят реабилитацию 10 дней. Антибиотики, ветеринарный уход, питание и просто человеческое внимание. Никакого вреда здоровью собаке это не наносит. Естественно, там есть некоторые ветеринарные показания. У нас работают очень профессиональные врачи. Мы с ними уже 5 лет практикуем стерилизацию. Тьфу, ни разу у нас никаких проблем не было. В Ласке за счет гранта уже прооперировали 15 собачек бесплатно. Если на предприятии желают присоединиться к проекту «Только желанные щенки», можно позвонить в приют по телефону 57 35 57. Кстати, в ближайших планах общественной организации еще одна социальная акция. Культура начинается с малого. Волонтеры будут раздавать хозяевам собак специальные пакеты, чтобы постепенно приучать владельцев к западной модели и незыблемому правилу – убирать за своими питомцами отходы жизнедеятельности. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин. Наши новости. Настроение беременных женщин и малышей зависит от Моцарта. В Барновале прошел уникальный концерт. Классическая музыка звучала для тех, кому еще только суждено появиться на свет. Давно замечено, что жизнерадостные и веселые люди надолго сохраняют молодость, бодрость духа и обаяние. Именно поэтому так важно для нас хорошее настроение. Особенно актуально это для женщины, которая готовится стать матерью. Новая концертная программа «Настроение» собирает полные залы. Во-первых, по одному билету можно принести с собой малыша. А во-вторых, классическая музыка особенно полезна и приятна для будущих мам. Моцарт и Вивальди. Легкие, нежные мелодии, никаких трагедий и драматических нарративов. Только позитивный настрой и хорошее настроение. Ученые и психологи утверждают, что классическая музыка помогает расслабиться, положительно влияет на нервную систему, а главное, будущий малыш ее слышит и наслаждается приятными звуками уже там, внутри, получая музыкальное воспитание. Очень понравился концерт, главное, что ребенку очень понравилось. Очень приятно, после концерта вообще ощущение такой легкости. Малыш начинает как-то, не знаю, плясать что ли под эту музыку. Очень приятно. Всем советую приходить, хотя бы как-то развлекаться в эти моменты, в последние уже. Юлия Гадар, Андрей Печеркин. Наши новости. Мир не без добрых людей, так говорят герои сегодняшней рубрики и вместе с нами надеются на чудо. Следующие несколько минут для тех, кто готов помочь. Трехгодовалой незрячей девочке Маше и ученице 128-й школы Барнаула Ксюше Ворониной. Маша очень любит гулять. Вокруг так много разных звуков. Дует ветер, поют птицы. Но посмотреть на всю красоту окружающего мира малышка не может. Девочка родилась 500-граммовой крохой и не видит с первых дней жизни. Маша живет с мамой и младшей сестренкой Соней, еще грудничком. Папы в семье нет. Пока спала Соня, а с Машей была крестная, мы успели буквально пару минут поговорить с мамой Маши. У меня нет возможности, чтобы ходить на работу, потому что у меня двое детей. И ребенок слепой. А в садик еще пока рано, только осенью. Чтобы она с детьми общалась. Как только у нее еще мозг не дошел до того уровня, чтобы общаться с детьми. Для этого надо какую-нибудь игрушку, занятие новое, чтобы кататься, развивалась. Лучшим подарком для Маши станет коляска. Тогда мама сможет гулять с обеими девочками одновременно. И еще, как нам подсказала крестная, семье очень не хватает стиральной машины. Так получилось, что эти люди вынуждены просить о помощи. А мы не могли не откликнуться. Теперь ваша очередь. Если ребенка виноватый. Невиноватый Ксюша Воронина, что в 11 лет ее настигла страшная болезнь. Привычная жизнь ребенка рухнула в один миг, когда в феврале этого года была обнаружена злокачественная опухоль в брюшной полости. Зимой в школе даже организовали благотворительный концерт и ярмарку продажу поделок школьников, чтобы помочь в сборе средств для поездки в столицу. Тогда было получено более 300 тысяч рублей. С 11 февраля и до сих пор Ксюша и ее мама живут в Москве. И Ксюша проходит лечение в детской клинике имени Рогачева. Из назначенных там 9 курсов химиотерапии пройдены 5. Опухоль уменьшилась на 22%. На консилиуме врачи говорят, опухоль слабо реагирует на химиотерапию. Неоперабельна. Лучевая терапия затруднительна. Опыта по лечению этого вида опухоли в России нет. Мама Ксюши обращалась в разные клиники мира. Многие отказали. Но одна в Америке дает шанс на излечение девочки. Сумма нужна огромная – 600 тысяч долларов. Времени мало. Помогите использовать шанс. Любая сумма может вылиться в большой общий вклад спасения жизни замечательного человечка. В социальных сетях созданы группы в поддержку Ксюши Ворониной. Есть расчетные счета в банках. Подробности по телефону нашей редакции – 63 21 70. А 1 июля в парке «Лесная сказка» пройдет благотворительный марафон «День надежды» с игровой программой для детей и продажей игрушек. Все вырученные средства будут перечислены на лечение Ксюши. Ведь там, где верят в чудеса, они обязательно случаются. Проект «Надежда на чудо» продолжается. Татьяна Динер. Наши новости. Горячая пара отпусков уже в самом разгаре, а вы еще не были в трофее. Значит, отдыхать вы только собираетесь. Вооружиться к долгожданному летнему путешествию поможет магазин клубного типа «Трофей». По-прежнему на первом этаже роскошный выбор сностей, снаряжение, одежды и обуви для рыбалки и охоты от отечественных и мировых производителей. Изобилие товаров для туризма и активного отдыха на втором этаже. Большой ассортимент товаров для туризма, палаток, спальных мешков, мебели для кемпинга и огромный ассортимент товаров для охоты и рыбалки позволит подобрать именно то, что нужно вам. Здесь легко отыщется любая необходимая для отдыха на природе вещь. Большой выбор походного инвентаря и посуды, складных столов и комфортных кресел. Для рыболовов изобилие лодок и моторов к ним. Шатры разной вместимости помогут забыть о капризах природы и насладиться свежим воздухом. Мы собираемся на отдых, у нас нет палатки, вот решили приобрести палатку. Мы шли уже целенаправленно, но судя по прилавкам, конечно, выбор очень большой. Добыть свой трофей к летнему сезону и сполна подготовиться к увлекательной вылазке на природу вы можете по адресу город Барнаул, улица Малахова, 119. Юлия Филатова, Дмитрий Баша, наши новости. Самое время собирать витамины, свежие овощи и фрукты. К вашему столу предлагает Фруктовый рай. Плодово-овощная база Фруктовый рай приглашает за покупками. Здесь рады предложить только свежие и качественные овощи и фрукты оптом и в розницу по низким ценам. Прямые поставки из теплых стран Средней Азии осуществляются ежедневно. На прилавках вы всегда сможете найти спелые томаты, свежие огурцы, сочную капусту и зелень, морковь, баклажаны и другие овощи. В изобилии представлена фруктовая продукция – черешня, виноград, множество сортов яблок и груш. Уже поспевают и также появились в продаже абрикос, слива, дыня и арбуз. На базе расположен и склад плодов со всего мира – бананы, ананасы, киви и мандарины. Здесь же более 70 видов восточных пряностей и специй, отставших привычными и необходимыми, до специфических и редких. А по соседству – огромный ассортимент сухофруктов и орехов. К вашему столу только вкусная и здоровая продукция с грядок солнечных стран. Фруктовый рай расположен по адресу город Барнаул, улица Власихинская, 59, дробь 2. Продолжение беседы о новом доме актеров, а также где отмечает день рождения Валерии Золотухиной, какие сюрпризы готовит для зрителей следующий юбилейный театральный сезон. На вопросы в программе «Наше время» ответит заведующая литературно-драматическая частью молодежного театра «Алтая» Наталья Притупова. Интервью смотрите сегодня сразу после наших новостей в 21 час 35 минут в барнаульском эфире. Но вместо привычного спортивного обзора сегодня интервью с волейболистом Филиппом Воронковым, воспитанным в Барнауле. Он, как и прежде, влюблен в город, где вырос в отпуске, предпочитает переключаться с напряженного графика профессионального спортсмена на стиль жизни обычного человека. Моя часть выпуска на этом завершена. Благодарю вас за внимание. До встречи. Всего хорошего. Здравствуйте. Это режим интервью. Наш сегодняшний собеседник Филипп Воронков, диагональный нападающий успешного российского клуба «Локомотив Новосибирск». Здравствуйте. Расскажи, немногие знают, как ты начинал заниматься волейболом? Начинал я в Барнауле в городе, поэтому здесь вырос, здесь у меня все начиналось. Все мои друзья, первые какие-то шаги волейбольные. Было так, что приходилось заниматься я и тренер Валерий Андреевич Бажиналь, мой первый тренер. Почему вдвоем? Ну, потому что не было парней моего года, не было, так сказать, выбора, кто будет играть по 83-му году. Были 80-й, 81-й, поэтому никак не получалось. То, что ты попал в «Новосибирский локомотив», в топ-команду России, можно сказать, это твоя мечта там находиться? Что для тебя есть? Ну, я до этого пять лет играл в «Новоуренгойском факеле», поэтому это тоже, я считаю, один из ведущих клубов российской суперлиги. У них хорошая база, хороший спонсор, поэтому там всегда хорошие игроки. Ну, «Локомотив», когда поступило предложение, я тоже рассматривал как один из ведущих клубов. Вот, если брать наше участие в Лиге чемпионов, то самые решающие игры с Аркасом турецким, когда мы выиграли дома 3-0 и поехали туда и думали, у нас вообще не будет проблем, но проиграли, потому что у них там сумасшедшая поддержка трибун, психологическое давление очень серьезное. И как бы, хотя мы, ну, не дети, да, там, грубо говоря, что как там, вот там свистят и все, и плохо играете, что ли, ну, просто когда создается вот эта вот аура людей, которые просто в волейболе, может быть, вообще ничего не понимают, просто вот им надо вести себя вот так вот. И мы проиграли, соответственно, и проиграли экстрасет и не попали в финал четырех. Это как страшный сон для нас всех. Позиции, ну, в волейболе не принято менять на площадке, но то, что ты диагональный нападающий, тебе это устраивает? Вот, например, твой двоюродный брат, то Либера был теперь нападающий. Тебе свойственно поменять что-нибудь? Или как тренер скажет? Ну, это очень сложно сделать. Даже если тренер скажет, там, ты сегодня будешь Либера с этого дня, то это нелегко, поверьте, сделать, потому что это годы сложнейших тренировок в людях. В любом, амплуа, пусть ты нападающий. Я вот, когда начинал волейбол для США, я вообще пасовал. Ну, меня учили пасовать. Я и в институт поступил, как бы, в университет. И там первые, по-моему, два курса тоже я пасовал, или три даже. Только потом, буквально, очень случайно, так в Хабаровске получилось, что Максим Зырянов получил травму и не было нападающих. Давай попробуем второго пасующего, потому что уже, ну, как бы, не было людей. С тех пор началось, раз получилось, два получилось. Ну, и начали тренироваться, и я всегда стал нападать, а не пасывать. Волейболисты не грустят, что футболисты больше у них зарабатывают? Ну, если мы спросим у каждого жителя, да, страны нашей, то какой вид спорта у нас самый популярный, так, то они все будут отвечать, мне кажется, что футбол, там, хоккей на первом месте. Поэтому они и высокооплачиваем, потому что их во всем мире очень любят. Волейбол, так скажем, я считаю, что не очень давно начал развиваться и переносить какие-то дивиденды, да, игрокам, большие контракты. Спасибо, Филипп, за общение. Напоминаю, сегодня мы общались с Филиппом Воронковым, диагональным нападающим волейбольного клуба «Локомотив Новосибирск», который в эти дни находится в отпуске в родном городе. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова